Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да что ж мы всё одни да одни сидим. Неужели никто не постучится к нам в двери, не разбавит наше сообщество? Может быть в двери и не постучится, разве что в виртуальные или в окна. А уж коли мы заговорили о музыке, так с музыкантом и продолжим. Действительно, хватит нам вдвоём сидеть. Давайте теперь посидим втроём. К нам присоединяется диджей Михаэл Миф, основатель техносообщества в Риге Феноменон. Михаэл? Михаэл, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я счастлив быть в эфире и немножко пообщаться. Да, только если просим чуть-чуть поближе, может быть, микрофон и громче, чтобы было слышно. Отлично. А сколько мы работаем в основном на радиоаудиторию. И я понимаю, что в эти ближайшие выходные состоится интересное мероприятие с вашим участием. Может быть, несколько слов об этом расскажите. Да, конечно. Буквально в это воскресенье будет происходить мероприятие 31 июля. Это дневное мероприятие, которое называется Space Launch и пройдёт в таллиннском квартале вместе с Туялзин и Кур. Это, скажу больше, очень необычное мероприятие. Техно-сообщество будет собираться вместе для того, чтобы насладиться пластинками в первую очередь. У нас будет присутствовать винил-магазин Downstreet Riga, где люди смогут прийти, послушать, поменяться, подарить, просто задонатить свои пластинки. Люди, которым это интересно, смогут прийти сами пощупать всё. У нас будут стоять виниловые проигрыватели, поиграть. Может быть, что-то понравится, и это кого-то вдохновит. Помимо этого, у нас, конечно же, будет бесплатный чай, выставка Хенриха Спинненса из Maxless Academy, которая будет свои работы предоставлять на этом мероприятии. А также самое главное – это локальные диджеи, которые из старой школы, из новой школы, которые будут играть техно-музыку, мы будем проводить с ними интервью. И главный вопрос вечера будет – это техно-музыка в Латвии, что было, что есть и что будет. Поэтому будем общаться, будем разговаривать у техно, будем слушать хорошую музыку, и будем ждать всех гостей. – Говоря про музыку техно, насколько, в самом деле, перспективы её развития дальнейшие… То есть когда-то, в принципе, это было просто взрывоподобным каким-то явлением у нас в Латвии. Что сейчас происходит? Большое ли количество поклонников? Насколько востребована она? – Конечно. В принципе, музыка сейчас, именно как субкультура и поджанр техно в электронной музыке, переживает реинновацию, очень большой бум. Это можно сказать, потому что проходят огромнейшие именно техно-фестивали в мире, чего уже говорить в Берлине. В этом месяце была реинкарнация фестиваля Love Parade, сейчас он называется Rave the Planet. А также другие мероприятия, которые проходят не только в Европе, но и на других континентах. Если говорить конкретно про Латвию, то комьюнити очень большое. Это комьюнити творческих, интересных людей, которых объединяет именно свобода и именно жанр техно-музыки, который помогает им раскрыться. У нас тоже проходят какие-то мероприятия в ночных клубах. Сейчас летний сезон проходит также и в фестивале. Соответственно, да, все происходит, поэтому я рад быть частью этого. Насколько компьютеры вытесняют ли они живых диджеев, то есть возможность микшировать музыку, которая когда-то считалась особым искусством, попаданием бит в бит, и вот это умение чувства, комплектование вот этой музыки, что зачем должно идти. И сейчас, в принципе, вот есть программы, которые делают все это. Не исчезает ли человечность в этом? Конечно, вы правильно подметили, что если говорить конкретно о виниле, то звук намного объемнее, чем с MP3 или других проигрывателей, то есть именно с носителей. И именно техника сведения, это именно пластинок, если говорить, очень требуются навыки. Это нелегко, но это именно показывает настоящего диджея, и что в принципе каждый диджей, я считаю, успешный должен делать, а именно три вещи. Он должен, первое, организовывать сам мероприятие, чтобы строить это комьюнити, строить своих фолуеров, второе, он должен участвовать в других мероприятиях, то есть общаться, поддерживать именно комьюнити другие, и создавать тоже самому музыку для того, чтобы другие диджей смогли ее играть в своих диджей-сетах и на мероприятиях. И тогда, если все эти составляющие есть, то в принципе диджей ждет успех. Также еще добавлю, что каждый диджей желательно должен уметь играть на разных устройствах, чтобы не было, что там, грубо говоря, ты приходишь на мероприятия, там не твой сетап, а ты не можешь ничего сделать. То есть диджей должен быть всегда готов, разбуди его там в три ночи, и он все сделает. Вы имеете в виду играть еще и на любых носителях, там, я не знаю, и на пластинках, и на файлах? — Да-да, я имею в виду, что чем больше, тем лучше. — Диджей, кстати, в три часа ночи, наверное, диджей настоящий должен быть на ногах. — Да, его в три часа дня разбудил в три часа дня диджея, и давай пускай он опять отрабатывает свой сет. — Вы упомянули Берлин, инкарнацию нового лав-парада. Обычно упоминается, когда речь идет о техномузыке, Лондон, конечно, тоже одна из столиц. Что касается Латвии, что касается Риги, где на карте мировой техномузыки мы находимся? Известно ли мы кому-то, интересно ли мы кому-то выступить, или наоборот, наши диджеи, чтобы где-то выступали? — Да, конечно. Я не скажу, что именно техно-суперстар-диджей у нас промоутеры много привозят. Конечно же, это сказалось и пандемия, которая последние два года весь мир преследует. Соответственно, меньше стало событий и ивентов. Но при всем этом я хочу отметить, что в Латвии очень много талантливых диджеев и артистов, которые сами пишут музыку и организуют мероприятия в Риге. У нас некоторые, так скажем, легенды тоже выступят на этом мероприятии. Такие, как Ксения Камиказа, живая легенда, которая проводит очень много мероприятий. И вот у нее тоже скоро фестиваль будет в Риге. Также из Даугав пился диджей Эрик Чехов, который, я считаю, одна из самых востребованных фигур латвийской диджей техно-сцены начала 2000-х годов. И многие другие, такие как Дипзет, Метафор, именно представители старой школы. И все остальные, кто у нас в лайнапе, это из новой школы диджей Вакру, Майкл Миф, соответственно, я Пол Хныкин. И ребята, которые играют именно техно-музыку в лайве через синтезаторы. У нас также будут присутствовать ребята, это Ламидзе, который просто офигенский продюсер, классную музыку делает. И из новой школы это Пафин, который больше, я бы сказал, поджанре эссид техно выступает. Потому что, понимаете, у техно тоже есть свои поджанры, их несколько, я бы назвал, такие как Экси-техно, Детройт, Даб, Хар-техно. И вообще, если немножко углубиться, то сама техно-музыка идет от такого поджанра, как синти-поп, хаос и индастриал. И все зародилось в конце 80-х годов и развивается по сей день. — Скажите, а все-таки вот диджей — это профессия или нет? То есть может ли человек зарабатывать, именно не работать нигде больше и зарабатывать деньги только вот этой профессией? — Да, конечно. Это, я бы сказал, больше стиль жизни. Но если рассматривать это как основную профессию, конечно же, большая конкуренция. И, как я уже назвал, некоторые вещи нужно следовать, чтобы стать успешным диджеем. Если говорить именно конкретно про Латвию, то да, то можно стать, конечно же, резидентом в клубе, можно самому мероприятие организовывать именно на событиях этих зарабатывать. Есть еще диджеи, можно сказать, открытых форматов, которые могут играть свои сеты, и начиная, не знаю, от свадеб, заканчивая какими-то корпоративными мероприятиями и опен-эйрами. Но мы сейчас говорим именно о техно-диджеях, которые, в принципе, кто бы просто раскрыть себя и отыграть, ничего за это взамен не попросив. Потому что это больше как бы идея, за которую он следует, и хочет донести ее до слушателя. Михаил, понятие диджея, оно достаточно такое размытое. Ну, как когда-то, я не знаю, любой парень, который выучил три аккорда на гитаре, мог сыграть, опять же, весь набор блатных композиций. Он не становился музыкантом, он просто был каким-то парнем с гитарой. Сейчас примерно так же куча совершенно диджеев, все друг друга называют, я диджей такой-то, я диджей такой-то. То есть доступность этих средств, она, во-первых, размывает границы профессионализма, а во-вторых, наверняка приводит к падению качества, ну, потому что слишком много, опять же, за той самой доступности. Как отличить действительно достойного диджея, как музыканта, от какого-то профана или выскочки, который просто, ну, вот выучил три аккорда и теперь выделывается. Есть ли какой-то совет, условно говоря, диджеев, который присуждает, вот ты достоин, ну, как это, рукоположение вот этого? Ну, если разобраться, что такое диджей, это диско-жокей. И когда люди приходят, скажем, на выходных, в ночной клуб отдыхать, в принципе, большинство людей не фоловит этого диджея, то есть они пришли просто туда провести хорошо время, и я бы сказал, что они не всегда даже понимают, что делает диджей, и так называемая есть, когда там сводка, скажем, не очень ровная, то есть какая задача вообще диджея? Перевести один трек в другой, чтобы люди в этом порыве, в этом танце ничего не поняли, и чтобы все гладко перешло в другой трек. Соответственно, чтобы получить именно это уважение, соответственно, нужно качественную музыку играть, развиваться, общаться с другими диджеями, потому что, смотрите, иногда, то есть все песни как бы выходят на различных рэкод-лейблах и доступны общему миру, но иногда эти треки еще, когда не выпущены, ты уже можешь их играть, то есть это люди, скажем, это эксклюзив, никогда не слышали, и очень будут очарованы этими композициями, я уверен в этом. Соответственно, просто нужно развиваться в комьюнити, строить своих фолловеров, также быть активным в социальных сетях, именно верить в то, что ты делаешь, и играть в хорошую музыку. А что такое фолловеры? Нет, я не спрашиваю значения, а вот именно в плане для диджея, как он создает эту свою фанатскую базу? Ну, соответственно, нужно, в принципе, выступать, именно выкладывать композиции, которые тебе нравятся, именно какую-то продвигать идею, за которой бы люди шли, и когда ты где-то выступаешь, они понимают, что будет хорошая музыка, будет качественная музыка, они приходят тебя поддержать, и, собственно, когда ты уже где-то, например, люди видят, что ты где-то играешь, они приходят тебя поддержать. Также, как я повторюсь, именно сообщество очень важно, потому что когда ты не можешь только что-то получать в жизни, тебе нужно что-то и отдавать. Так же самое и здесь. Поэтому я думаю, это так. Значение винила все-таки для как носителя. Вот в чем оно, насколько виниловые пластинки, вот те, которые можно будет на этом мероприятии в это воскресенье, что это будут за пластинки представленные? То есть можно ли приносить, я не знаю, пластинки, условно говоря, выпущенные мелодией там в 80-х годах? Конечно, конечно. Вы можете принести любую пластинку, если у вас где-то завалялось, и вы не можете ее проиграть дома, вы можете просто прийти ее послушать без проблем. Конечно же, в основном это будет техномузыка, которая подготовит для нас Downstreet Riga, а также все другие коллекционеры и любители смогут принести свои рекордс, именно свои виниловые архивы для того, чтобы или продать, или поменяться, подарить. Это будет что-то такое, что не так часто происходит в Риге и в Латвии, поэтому я счастлив, что этого воскресенья уже будет так скоро. Ну и напомним, что же будет так скоро в это воскресенье, 31 июля, в заведении, которое называется Туя Узыный Кур, Space Lounge и рынок виниловых пластинок, и выступления диджеев, и даже, как указано, бесплатные обнимашки. Да, это пожалуйста. Каждый придет за своим, конечно же. Про обнимашки, к слову, сказать, Михаил. Когда-то у первых рокеров были так называемые группис, то есть девчонки, которые следовали за ними по маршруту турне, не были счастливы хотя бы поймать мимолетный взгляд своих кумиров. Есть ли такие группис у современных диджеев? Конечно же, есть, скажем, у суперстар диджеев есть свои огромнейшие миллионные фан-базы, которые следуют за ними в турне, когда они едут в Европу или в какие-то туры. То есть, понимаете, когда у суперстар диджеев, то есть, что такое суперстар диджеев? Я имею в виду, это, который играет в супер-клубах, в супер-фестивалях, и когда сезон там играет на неделе 4-5 ночей, то есть это начиная от Ибицы, заканчивая Лас-Вегасом и другими. Правильно, вы тоже подметили, что Лондон одна из столиц техно. Соответственно, да, я уверен, что это есть такое, и люди просто преследуют именно этот рекорд-лейбл, поддерживают его, проводят время вместе с ними, как говорится, саппорт. Но кто-то ведь скажет, что, как вы сами выразились, чтобы гладко перешел трек в трек, как будто бы кажется все равно музыка чужая, просто диджей сводит две песни без паузы. Где тут творчество, где простор для творчества? Да, конечно же, это нужно всегда понимать настроение аудитории. То есть ты не можешь, грубо говоря, если у тебя плохое настроение, что-то такое грустное играть, да, или наоборот. То есть ты должен чувствовать это, и настоящий диджей, скажем, в клубах, он должен понимать, когда нужно народу немножечко как бы остыть, там, отпустить бар, проветриться, и потом обрать это собрать. И скажу больше, в принципе, настоящий диджей, он должен уметь играть на различных этапах мероприятия, потому что, согласитесь, когда только открывается место, еще никто не танцует, это тоже требуется, скажем так, искусство, чтобы этот народ собрать вместе. Потом именно мейнстрим часы, когда самое основное происходит на мероприятии, и в конце, когда народ уже подустал, но все равно еще танцует, хорошо проводит время, и ты его как бы еще держишь на этой волне твоего путешествия, твоего диджей-сета. То есть вот, а как понять вот эти все три стадии, вот еще плюс ко всему уже нужно отпустить, как вы сказали, чуть-чуть проветриться в бар, и затем снова собрать. Вот как, вроде бы кажется, что здесь простая схема, как, ну, условно говоря, в спектакле, вот есть завязка, кульминация и развязка. Я вам скажу больше, это необъяснимая энергетика, которая происходит с аудиторией на танцполе, и ты как бы это чувствуешь. Ты ловишь взгляды людей, ты можешь понять иногда это их по каким, по танцу какому-то, по движениям. И когда ты это делаешь, ты понимаешь, что ты сделал правильно или неправильно, то есть каким-то рекордом, то есть треком, ты можешь как бы и убить танцпол и обратно его собрать. Но это приходит с опытом, и, скажем, чем больше ты участвуешь в этом мероприятии, ну, в этом движении, тем больше ты набираешься опыта и становишься профессионалнее в этом плане. Есть ли какие-то треки, которые, наоборот, ну, действительно, вы сказали, могут убить танцпол? Что значит, какой это может быть трек? То есть дело зависит от трека или от последовательности? Зависит именно от того, что происходит в этом треке, какие там, скажем, ямы используются, какие синты. Но самое главное, любой трек нужно ставить как бы вовремя, да, а не когда тебе захочется. Соответственно, это и может спровоцировать следующие как бы действия во время твоего диджей-сета. Вот. Бывают иногда курьезные ситуации, когда у тебя, скажем, тоже это, я считаю, профессионализм, когда, так скажем, глючит аппаратура, и ты должен как-то выкручиваться, что-то придумывать во время сета. То есть всякое может быть. Ну, тогда на помощь приходит битбоксинг. Все ртом исполнять. Кстати, говоря про все эти завязки и развязки, был же замечательный альбом у Моби, концептуальный, он называется Last Night, где на протяжении, там я не помню, сколько треков, но условно 10. И как раз-таки вся вот эта вот линия есть. Разогрев, кульминация и, скажем так, отходники, вот этот ложный бодрячок уже под утро, такой лаунжевый. Вот именно концепт, как продолжается диджейская ночь, ну, точнее, ночь на танцполе. А время, кстати, у нас подходит к концу. Как раз вот тоже отпустить. Отпустить. И хочется вспомнить, Михаил несколько раз упоминал в своем рассказе выражение супер-диджей, для меня супер-стар-диджей, для меня это звучит как цитата из Chemical Brothers, если помните. Супер-стар-диджей, here we go! Композиция... Диджей-супер-стар. Хэй-бой, хэй-гёрл. И, кстати, вот и мальчики, и девочки, вашему вниманию, 31 июля в заведении, которое называется Туяузыный Кур, а кто не знает где, тот скоро узнает где, состоится, вот, собственно, диджей-техно-фестиваль. И в лайнапе и наш гость сегодня, Майкл Миф, и Ксения Камиказа, и Ламидзе, и прочие замечательные ребята, и бесплатные обнимашки, которые мы уже упоминали. Михаил, огромное спасибо вам за рассказ, за то, что были с нами. Удачного мероприятия. Всего доброго. Спасибо вам. И хорошего дня. Желаю вам город Рига. Увидимся. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова